В этом уроке я расскажу об объектах окружения, а именно об источниках света. Поехали! В Cinema 4D существуют объекты, которые позволяют имитировать источники света. На самом деле, таких объектов и типов источников света в Cinema полно. Это и глобальное освещение, и объекты, имитирующие свет, они могут быть абсолютно любой формы, и базовые источники света, и бесконечные источники света. Я же расскажу о самом главном и самом базовом источнике света. Конечно же, каждый источник света мы разобрали в суперкурсе по Cinema 4D, но а здесь мы затронем самый базовый источник света. Окей. Для начала кинем в проект куб и изменим его настройки так, чтобы он превратился в пол. Переходим в верхнюю панель инструментов, зажимаем левую кнопку мыши и выбираем объект куб. Супер. Далее в настройках нашего объекта куб задаем следующие настройки. Размер по высоте мы меняем до 10. Размер по X и по Z мы меняем до 1000. Замечательно. Теперь поместим в наш проект объект примитив сфера. Переходим в верхнюю панель инструментов. В подобъектах примитива мы находим сфера. Замечательно. Давайте поднимем ее чуть выше с помощью элементов перемещения нашего объекта сферы и потянем за зелененькую ось Y, зажав левую кнопку мыши чуть вверх. Замечательно. Больше мы ее трогать не будем. Окей. В атрибутах нашего объекта сферы, я думаю, мы уменьшим ее радиус до 70 сантиметров. И также чуть опустим ее вниз. Великолепно. Настало время света. Базовые источники света хранятся и находятся в верхней панели инструментов под иконкой лампочки. Зажимаем левую кнопку мыши по иконке свет и выбираем самый первый тип источника света, который так и называется свет. Тут имеются и остальные источники света, но я уже говорил, что обо всех них мы поговорили в суперкурсе по Cinema 4D. Выбираем самый первый источник света под названием свет. Отлично. Мы видим, как источник света появился как в списке объектов, так и в окне вьюпорта. С помощью инструментов перемещения мы можем определить, откуда будет светить наш источник. Переместим чуть выше и назад наш источник света. Убедимся, что мы выбрали инструмент перемещения Move Tool. После чего мы переместим наш источник света вверх по оси Y. Отлично. И давайте по оси Z, она у нас синяя, чуть назад. Зажимаем левую кнопку мыши и отодвигаем. Великолепно. Ну что ж, дорогие друзья, мы видим, как в нашей композиции появился наш первый источник света. В атрибутах данного источника света, кликнув по источнику света в списке объектов, мы можем перейти во вкладку «Основные» в атрибутах данного объекта. И здесь имеется огромное количество настроек. Важными из них являются цвет и тип теней. Цвет выбирается просто кликом по цветному прямоугольнику, либо выбрав соответствующие параметры Red, Green и Blue, которые задаются либо с помощью цифр, либо с помощью бегунков. Но я предпочитаю выбрать источник света просто кликнув по белому квадрату и здесь выбрав нужный источник света, просто-напросто определив палитру. Пускай будет вот такой. Великолепно. И сразу видим, как незамедлительно все отобразилось в окне вьюпорта перспективы. Великолепно. Идем дальше. Что касается типа теней, то тип тени зависит полностью от характера вашей сцены. Переходим в атрибуты объекта и видим, что здесь имеется тип тени. Давайте кликнем сюда левую кнопку мыши и что мы видим? Сейчас я сделаю окно больше. Что мы видим? Мы видим три типа теней. Мягкая, жесткая и поверхностная. Итак, самое важное и основное, что надо знать, это, к примеру, если у вас сцена, где имеется город и в качестве источника света солнце, то тут мы выбираем жесткие тени. Если в какой-то либо другой случае, пускай это будет картина, снятая где-нибудь в каком-то помещении, где имеется несколько источников света, то в других случаях мы выбираем поверхностная тень, либо мягкая. Мягкая от поверхностной отличается методом просчета и с помощью использования другого алгоритма просчета, повторяюсь, данного типа тени. Конкретные, как бы так сказать, примеры и различные свойства этих теней мы разобрали в суперкурсе по Cinema 4D, так что обязательно смотрим. Но я по умолчанию всегда выбираю поверхностная тень. Она выглядит реалистичнее и качественнее. Также, перейдя во вкладку «Тени» нашего менеджера атрибутов объекта, мы можем задать как прозрачность нашей тени, цвет тени, мы также можем задать точность прорисовки нашей тени. Чтобы увидеть и определить, как и выглядит тень, можно сделать это, нажав клавишу «Визуализация» рендера, которая находится в верхней панели инструментов, ровно посередине. Жмем на левую клавишу «Рендер текущего вида» и мы видим, как незамедлительно в окне перспективы, в окне вьюпорта наша картина, она просчиталась и стала выглядеть намного реалистичнее. Мы видим источник света, он где-то здесь находится, видим блик и видим, конечно же, тени. Давайте попробуем сделать вот что. Увеличим точность тени до, пускай будет, 100. Далее в «Основных» мы выберем, пускай это будет «Жесткая тень» и жмем клавишу «Визуализация» в верхней панели инструментов. Мы видим, как тень стала жесткой. Конечно же, это не то, что мы хотим видеть. Давайте посмотрим мягкую тень. Жмем клавишу «Визуализация» и мягкая тень выглядит тоже вполне себе неплохо. Но о том, как и в каких случаях применяются различные тени, я уже рассказал. Конечно же, о том, что такое рендер и визуализация, то, чем мы сейчас и показывали тип тени, я расскажу в уроке, ну может быть не следующем, но точно в этом мини-курсе. Окей. Вдобавок к элементам окружения, помимо света, можно отнести специальные объекты, которые взаимодействуют с сценой визуально. Например, бесконечный пол или глобальное небо. Они находятся под иконкой голубой сетки, которая находится следом за иконкой деформеров. Итак, зажимая левую кнопку мыши, мы видим здесь различные объекты, такие как небо, окружение, передний и задний план, режиссер, создать небо и земля. Так вот, объект, о котором я хотел еще поговорить, это объект земля. Давайте поместим его в наш проект. Зажимаем левую кнопку мыши по иконке с землей и далее отпускаем ее, наведя на ту же самую землю. Теперь мы имеем бесконечный пол. Давайте удалим объект куб. Мы выделяем его в списке объектов, левой кнопкой мыши и жмем клавишу Delete. Теперь, если мы нажмем клавишу визуализации, то видим, что теперь пол у нас доходит до конца и он у нас бесконечный. Великолепно. На этом все. В следующем уроке мы поговорим о материалах в Cinema 4D. Давайте начинать. В Cinema 4D существует возможность создавать материал для любой поверхности. Система создания материалов очень-очень простая. И в качестве посредника выступает тот самый менеджер материалов, который находится в нижней части интерфейса. Мы уже знаем, что он находится именно здесь из урока об интерфейсе. Итак, для того, чтобы создать материал, необходимо сделать двойной клик по пустому полю менеджера, либо перейти во вкладку Создать и далее Новый материал левой кнопкой мыши. Сразу после этого внизу отобразится иконка, символизирующая внешний вид материала, то, как он выглядит. Тут мы и будем видеть весь список доступных материалов. То, что здесь будет огромное количество, их не значит, что мы их не увидим. Для того, чтобы изменить размер иконок, мы перейдем во вкладку Правка и далее в самом-самом низу, я надеюсь, мы это сейчас увидим, Правка и здесь мы можем выбрать размер значков. Для этого урока я буду использовать крупные значки нашего материала, чтобы вам было проще видеть. Замечательно. Чтобы получить доступ к редактированию материала, необходимо сделать двойной клик уже непосредственно по иконке материала, после чего открывается окно Правки материала. Тут нам доступны параметры, которые называются каналами. Вот весь этот список – это каналы. Каждый канал необходимо включить, чтобы он заработал, после чего идет настройка этого самого канала, просто-напросто выделив его, и в правой части отобразятся его атрибуты. К примеру, кликаем левую кнопку мыши по каналу цвет. Далее, что мы можем здесь выбрать, это выбрать сам непосредственно цвет нашего материала, просто-напросто поигравшись с настройками. Далее, к каждому каналу мы имеем возможность подгружать текстуру. Здесь имеется отдельное поле, кликнув по которому, мы можем выбрать путь к папке с той или иной картинкой. Также, к примеру, мы имеем возможность включить отражения. Для того, чтобы их включить, мы их выделяем. Далее, к этому каналу мы подгружаем это самое отражение. К нашему материалу мы подгружаем отражение, кликнув по иконке, символизирующей галочку. Мы видим, как наш материал тут же изменил свой внешний вид, он стал полностью хромированным. Что касается каждого канала, то у него также присущи специфические настройки. К примеру, к каналу отражения мы можем контролировать параметр интенсивность. Допустим, если сейчас мы сбросим интенсивность до 40, к примеру, до 50%, то наш материал будет отражать поверхность на половину. Великолепно! В каждом канале мы можем подгружать текстуры, картинки, из которых будет извлечена цветовая информация для корректного наложения того или иного канала на общий вид материала. К примеру, если мы зайдем в канал рельеф, включим его, и тут в качестве текстуры подгрузим шум. Для этого мы напротив текстура кликаем по маленькому треугольничку и выбираем шейдер под названием шум. О том, что такое шейдеры, какого типа они бывают, как их правильно применять, мы поговорим в суперкурсе по Cinema 4D. Итак, после того, как мы выбрали шум, мы сразу видим, как внешний вид нашего материала тут же изменился. Давайте сделаем вот что. Сделаем правый клик по предпросмотру нашего материала, и после чего выберем изображение «Большое». Далее делаем опять же правый клик и выбираем «Открыть окно». Теперь мы можем увеличить это окно предпросмотра материала, тем самым просто-напросто контролировать мельчайшие детали создания нашего материала. Далее, чтобы отредактировать текстуру шума, необходимо сделать просто-напросто клик по ее внешнему виду. Далее открываются доступные настройки, которые мы можем регулировать, тем самым меняя внешний вид материала. К примеру, увеличив контрастность, мы явно увеличим внешний вид нашего шума. Также мы можем выбрать тип нашего шума, просто кликнув по нужной иконке и выбрав нужное название. К примеру, FBM. Мы сразу видим, как наш материал изменил свой внешний вид. Супер! Давайте закроем нашу правку материала. Это делается сразу после того, как мы заканчиваем создание материала. И попробуем разобраться, как применять материал на нужный нам объект. Давайте перейдем в верхнюю панель инструментов и в окне «Примитива» зажимаем левую кнопку мыши, выберем «Объект сфера». С помощью инструментов приближения масштабирования окна вьюпорта мы зазуммируем нашу камеру. Чтобы применить материал к объекту, мы просто-напросто зажимаем левую кнопку мыши по иконке с материалом и перетаскиваем ее непосредственно на имя нашего объекта, а в нашем случае объект сфера. Имя объекта, конечно же, находится в менеджере списка объектов. Отпускаем левую кнопку мыши и материал применяется. И символизирует нам это иконка тега. О том, что такое теги, мы полностью разберем в суперкурсе по Cinema 4D. Вот и все, дорогие друзья. Мы видим, как материал корректно применился к нашему с вами объекту. Мы видим, что это не просто теперь «Примитив сфера», а сфера, у которой есть прикольный материал. Вот и все, дорогие друзья. Теперь мы знаем, как создавать материал и как правильно его применять. В следующем уроке мы поговорим об анимации объектов. Давайте начинать. Субтитры создавал DimaTorzok